12 декабря физкультурно-оздоровительный центр Полесь-Ирена принимал завершающие матчи первого этапа традиционного уже 15-го по счету мини-футбольного турнира новогодний кубок. И так случилось, что результаты этого вечера расставляли команды по ранжиру в группе А. Сразу скажем, что в группе Б без потерь первое место заняла Заря. На второй позиции Пирамида, третья Пандора и, наконец, четвертое место у МЧС. В группе А, как мы уже говорили, к третьему туру сложилась довольно интересная ситуация. И команда «Виктория», сформированная из футболистов Слави и Мозри разных лет, после сенсационного поражения от грузовита 1-3, должна была побеждать нефтепереработчиков, дабы занять первое место и вообще проводить второй этап в группе лидеров. Команду Мозоровского НПЗ устраивала ничья, но, конечно же, дружина. Александра Сергеевича Чуба думала исключительно о победе, которая начала отдаляться от его подопечных после гола Андрея Воронкова уже в дебюте матча. После первого 20-минутка проходила в упорной борьбе. Показалось, что единственный гол в первой части встречи таковым и останется. Но перед самым антрактом Никита Никиточкин красиво поразил ворота соперника и на перерыв команду ушли при равном счете 1-1. Второй тайм был богаче на голы, хотя поражались ворота в его второй половине. 31-я минута матча Николай Романюк, которого мы привыкли видеть в воротах Слави и Мозри, поражает цель 2-1 в пользу Виктории. Но уже через две минуты Семен Колыбенко сравнивает счет. Он же забивает на 35-й минуте 10-метровый штрафной удар за превышение Виктории лимита фолов. А уже через минуту нефтепроработчики в шестой раз фалили сами и Андрей Воронков в свою очередь забивает гол 3-3. Вскоре случился еще один дабл-пенальти и вновь Семен Колыбенко выводит вперед сборную Мозорского НПЗ. Но практически тут же ответ от Воронкова 4-4. И как ни старались команды в дальнейшем, этот счет так и остался итоговым на табло. В этом году собрали команду практически то же, что и в прошлом. Ребята возмужали, окрепли. Надеемся показать красивый футбол, который бы радовал болельщиков. Пытаемся играть в атаку. В этом году уже получается чуть больше, чем в прошлом, потому что команда сыгранная. Что касается оценки возможностей этой команды со стороны соперника, то вашему вниманию интервью представители пятого цеха Мозорского НПЗ Александра Викторовича Чайки, который вместе с своими товарищами стремится повторить прошлогодний успех, оставив новогодний кубок за собой. Конечно, у нас всегда самая главная задача – это и хорошо сыграть, и, конечно же, выиграть, и занять первое место. Это первоочередная наша задача была, но турнир только еще начинается, и все впереди. Команде «Виктория» хочу сказать большое спасибо. Хоть и люди с профессионального спорта играют, но тоже очень интересно, и они большие молодцы. По борьбе я вообще в шоке, потому что очень сильная борьба, мне кажется, самая такая и волевая даже ничья. Не то чтобы победа, а ничья. Очень много борьбы, и спасибо, конечно, сопернику. Как всегда, нефтепорабочиков на матчах поддерживают верные болельщики, в том числе коллеги по предприятию. В принципе, футболом занимаюсь с детства, ну, как любитель. И так, в принципе, по секции футбольной я никогда не ходил, занимался, в принципе, греблей. Но когда занимались греблей, там, в принципе, и баскетбол, и волейбол, и футбол были, в принципе, все виды спорта. А так, в принципе, ну, с коллективом мы играем в футбол два раза в неделю. Поэтому прийти, как бы, болеть за сборную заводскую, в принципе, это было всегда приятно. Какое впечатление у Пал Саныча оставил матч команды Виктории Мозорской НПЗ? Как думает Соболев, способны ли заводчане защитить свой титул обладателей новогоднего кубка? Наша сборная всегда борется за заводящие места, поэтому у нее всегда есть на это шансы. И мы болеем за нашу сборную. Желаем ей удачи. Во втором матче вечера Грузовид обыграл корону мебель 6-2. И со второго места вышел в квартет сильнейших вместе с нефтепеработчиками, победителями группы А. Третье место у Виктории, четвертая позиция Грузовид. Таким образом, в пятницу, воскресенье и понедельник пройдут игры второго этапа в двух квартетах. После чего и будут сформированы четвертьфинальные пары. Эта стадия розыгрыша состоится в четверг и пятницу, 22 и 23 декабря. Полуфиналы 25 декабря, в воскресенье. Наконец, малые и главные финалы состоятся 28 и 30 декабря. А поединки за медали включают в себя два матча. Что до игр второго этапа действующих обладателей Кубка сборной Мозорского НПЗ, то в пятницу в 7 часов вечера подопечные Александра Владимировича Чуба встретятся с пирамидой. А в воскресенье в 9 часов вечера в мини-футбольном споре сойдутся победители групп команды совхоза комбината «Заря» и Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Субтитры создавал DimaTorzok